Это проповедь и последующая из Пурия. Похвала на зачатие святого Иоанна Пророка. Великий Моисей, слуга Божий, глава пророков, шествовавший по морю, кормчий воздуха, дававший в пищу манну, Божий законодатель, принявший священные скрижали, первый вводитель в жизнь того, что полезно, этот столь великий муж устроил израильскому народу скинию по тому образцу, какому был научен от Бога на горе. И он устроил все как святое, так и священное в отдельности, что содержалось внутри, в огражденном месте. Самое же внутреннее между этим было и неприступным, и недоступным местом, так называемое святое святых. По этому образцу скини Соломон построил храм, затмевавший все бывшие на земле храмы, не драгоценностью вещества только, и не тонкостью искусства, но и видом постройки, так что никогда и не вздумывалось бы пожелать тех, что были у египтян. И он делает храм наподобие всего мира, как чувственного, так и духовного, подобно тому, как есть земля и небо, и средняя перегородка, это твердь. Так повелел Богу тому быть, и разделив этот храм на две части, и опустив посередине завесу, часть, находившуюся вне завесы, позволил хаить всем, а внутренняя часть была недоступна для всех, и не видимо никому, кроме одного только первосвященника, как заповедал ангел, сказавший Моисею, чтобы он передался нам Израиле. Седьмой месяц, десятый день месяца, да будут покорны души ваши. Это сказано о сооружении скини, потому что тогда, в день водружения скини, Левитом 16-19, однажды в год один только первосвященник входил, воспитая святых, воскурячим ям. Итак, в этот праздник сооружения скини вошел из Захария. Евангелие от Луки 1, 11-15. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правой сторону жертвенника Кадильного. Захарий увидел, смутился, и страх напал на него. Заметил ли ты обещание, превышающее пророческую силу? Это пророчество связало и развязало язык Захария. Связало, когда он не поверил рождению, развязало же его, когда рождение произошло. О чудо! Иоанн из Чарева, евангелист, из утробы чудотворец, скормленный в пустыне и ведущий равноангельскую жизнь, бывший после закона в числе пророков, второй Илья и их теннейший вестник, ревности и духа, изгоняющий заблуждение, прикиньте и креститель, говорящий, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. Сын Захарий – плод бесплодный, совершенное дело молитв народа, искренний возвеститель покаяния и заступник верных, исповедующихся, исполнение закона и вождь благодати, и изобличение нечестий иудеев, утвердитель небесных догматов и неподкупный судья проступков народа, родившийся сверхожидания от нерождавшей бесплодной женщины, и по благодати брачный друг Христа, который извел из скалы воду, обуздатель иорданских волн и руководитель очищения грешников, предузнавший непостижимое таинство и пророк явления того, кто невидим. Таков Иоанн, согласно с возвещением, родившийся у Захарии в глубочайшей старости. О чудо! Вот самыми делами подтверждены те бывшие в очреве радостные движения Иоанна, какие он обнаружил. Мир увидел веселье, которое предпеча в очреве живописал своими ногами. Но какую мы воздадим праведнику честь, отовсюду окружаемые его отменными подвигами? Он, находясь в очреве, благовествует, рождаясь в чудо-творив, подвязаясь в пустынных местах, преуспевает, воспитывается, ведомый вперед духом, служит посредником между законом и благодатью, возвещает крещение покаяния, креститивившегося Господа, крестя созертает славу Троице и поистине свидетельствует о благодати, вызывая, показывает на возвещенного пророками, исповедая владыкой, более сильным, чем он сам, путеводит к нему верующих, научая множество народа тому, что полезно, наставляет и крестящийся мытарей, обличает и противозаконно поступающего ирода, принимает, наконец, и того, кто дарует блаженство. Поэтому, какими словами выразим свое удивление, какой язык приведем в движение при этом, что из этого пройдем молчанием, и что будем в силах сказать относительно этого. Велико море похвал, велика и широта отменных подвигов, И одно только ознакомление с делами поражает говорящих изумлением. Но да, придет и ныне Захарий, отец праведного, осужденный на молчание, и опять начавший говорить, тот, как нельзя более ясно, поведает нам о своих делах, как он заговорил, после того, как язык его был связан, как Ян рождается, и высказанный ангелом приговор отменяется, как мщение уходит, и приходит исцеление. Евангелист, вводя сокращенное повествование Захарии, Женеевой или Совете, прежде обозначает их имена и роды, и достоинства, а потом присоединяет похвалу и их образу жизни, и трофеи за их добрые дела, причем указывает и на осуждение Захарии, на молчание, и извещает о восстановлении дара речи. И слушает потом евангельские слова. «И не было у них детей», говорит Писание, потому что Елисавета была неплодной, и оба они были уже в летах преклонных. И теперь я не только созерцаю их бесчадие, но и размышляю о древнем образе праведников, разумея Авраама и Сару. Замечаю, как неплодие, порождающее другое, так и деторождение при помощи благодати естества, необыкновенное деторождение таинства, такого образа и этого обетования. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правой стороне жертвенника Кадильного. Прекрасно стяжание обетования, велик дар видения, истинно Авраамова похвала, потому что как тому предвозвещено зачатие Сарры, так и этому зачатие Елисаветы. Но хотя предсказание одинаково, не одинаково положение дел. Между тем, как Авраам в следствии обетования не испытал ничего ужасного, Захария после благовестования оказывается безгласным, не поверив верному ангелу и приняв наказание безмолвием. И сказал Захария ангелу, «Почему знаю это, ибо я старая жена моя в летах преклонных?» «Что это, Господи?» «Я возношу Богу моление за весь народ, умилостивляя его, и ты сам возвещаешь мне благую вещь, что у меня родится сын». «Это невозможно, потому что старость бессильна, и естество расслаблено, и моя жена бесплодная скала. И каким образом это со мной случится?» «Однако, если родится у меня сын, как ты сказал, то какая будет от него польза народу?» Ангел же отвечает, «Через него будет великое спасение народу и всем народам, так как он обратит всех с пути заблуждения и покажет им путь спасения, став посредником между Богом и людьми. Он предидет в духе и силе Ильи пред ним, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокорив им образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Он предидет при лицом Господнем, говоря, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». 851. Захарий, отвечая на это, отвечал ангелу. «Почему, узнай, и ангел же сказал, так как ты нетерпеливо желаешь знамения рождения и не веришь моим словам, то возьми надежный залог. Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется». Неумолим суд погрешившему и безотлагателен наказующий гнев. Поиси, не следовало бы оказывать недоверие ангелу, не следовало бы, чтобы жертвенник был предметом презрения, не следовало бы думать, что время кождения – время обмана. Ведь когда он кодил, явился ангел. Он не вспомнил об истории Авраама и тогда рождает дитя неплодное и старость, а сказано тогда было встречено с полным доверием. Захарий же получил чудесное подтверждение такого деторождения. Поэтому ангел говорит, и вот ты будешь безгласен, будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. О, человеколюбивое наказание, скорее соделавшее исправление. А ангел вразумляет и самый голос, которого Захария лишился, потому что он вышед и не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Прекрасно написал евангелист. И пребывал, потому что молчание ожидало рождающего голоса. Захария и Анна, старец младенца, о чудо! Слово приходит, и голос предвозвещает. Голос Господь грядет, и раб предпосылается. Но зачем теперь преждевременно говорю о проповеди в пустыне, имея некоторый другой, необыкновенный и великий предварительный голос? Есть дела более ранние, которые выше этих речей. Крестители, еще живя в утробе матери, еще удерживаемые узами естества, еще обернуты материнскими свивальниками, проповеди вопиет объявлений Господа. Случилось, говорит Писание, что когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец радостного чревия ее, еще не рождается, и говорит радостными движениями, еще не имеет возможности кричать, и предвозвещает Бога. Поистине, иные трудились, а мы вошли в труд их. Предвещали пророки, и не молчали, подвергаемые ударам. Список патриархов находился в опасности. Тираны выстраивались против них во враждебный строй, воевали цари, воспламенялся гневом народ. Весь мир противоборствовал подвигам праведников. Тут они приводились в суды. Там подвергались бичеваниям, отовсюду пытки и мучения. Но благовествуя, испытавшим такое несчастье в жизни, прекращение зимы, Иоанн, еще связанный с евальниками естества, показал нам спасительную весну, и спеша возвестись своим голосом того, о ком объявил своими ногами, насильственно пытался переступить пределы естества, и торопил, медленно рождавшую Елисавету, прыгал, и веселясь вместе, и досадой до того, что находился во власти чрева, вопиял против периода месяцев, потрясал утробу, как тюрьму, в которой он неправильно был заключен, и восклицал своими радостными движениями, так говоря Елисавете, мать, ты медленно рождая поступаешь несправедливо, задерживай радость вселенной и препятствуй выйти при стече, ты носишь в очреве пророка, удерживаешь царского воина, препятствуешь быстрому гонцу с проповедью благочестия, ты поступаешь несправедливо, мать, не знаешь будущего, не ведаешь имеющего быть, приходит свет, освободи утро, пусть зайдет солнце, пусть воссияет деница, слово при дверях, и уже нужда в голосе, вблизи же ниш, и надлежит, чтобы был открыт чертов на Иордане, нужда в крови, искупающий мир, и надлежит мне заранее указать на агонца, род человеческий опутан грехами, пришел разрешитель скованных, нужда в вестнике, чтобы все узнал выше навстречу Господу, и вот ты удерживаешь предпечи в утробе, и так мать, по размыслию об Адаме, находящемся во власти ада, о вечных спинаниях Евы, ведь доселиво пьет кровь Авеля, обвиняющая Каина в убийстве, ведь с ней спинает и самые стихии, поэтому, конечно, ты освободилась от несчастья и бесчадия, чтобы родившийся от неплодной, указал на родившегося от Девы, поэтому я радостно прыгал в очреве, чтобы более не предавался пляскам в мире дьявол, вот что объявлял Елисавете своими радостными движениями еще не родившийся Иоанн. Лукас 1, 57, 60 Елисавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней и радовались с нею. В восьмой день пришли обрежать младенцы и хотели назвать его по имени Асайла Захарияю, на это мать его сказала нет, а назвать его Иоанном. И спрашивали знаками у отца, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешили с уста его, язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Подлинно рождается дитя, и голос отца возвращается. Таким образом обнаруживается восклицающий голос Иоанна. Сила голоса указала и самое имя. Я, говорит Иоанн, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезии ему. Восприяв озарение Святого Духа, он показал Творца тварям и на Создателя указывал пальцем всем людям восклицая велегласно. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн 1, 29. Сотворите достойный плод покаяния и не думайте, говорит себе, что одного отца имеем Авраама, ибо говорю вам, что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Но зачем вместе с горячей ревностью детяти и наше сегодняшнее слово слишком растягивается? Удержим, если угодно, теперь на некоторое время свой язык, достаточно попрыгавший вместе с детяти. Прекрасно соразмерять свое повествование с удобным временем и находить удовольствие в сказанном, а также ожидать исследования того, что следует по порядку. И Креститель своим радостным прыганием не переступил насильственно пределы естества, но и сам ожидал надлежащее время, зная, что и это ради нас после него исполнит Господь, восклицая Аввакуму 2.14. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. И Малахия, пророк, 1 глава, 11 стих. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить семям имени моему, чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. Уже не один храм, как во времена закона, приемлющие жертвы, ими гордящиеся, но по всей вселенной церкви беспорочно восстылает славу Богу. Там первосвященник был один на каждый год, смертный и исполненный всякого греха. Мы теперь приняли первосвященника, душ наших, Иисуса Христа, который не сотворил греха, и не было лести в устах его. Имеем, говорит Писание, великого первосвященника, прошедшего в небеса Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с Отцом и си Святым Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.